Привет, друзья! Вот сегодня хочу вам показать еще одну церковь, которая у нас находится в центре Райда. И она тоже действующая, очень большая. Сейчас вот я вам ее показываю во всей красе издалека. Сейчас подойдем, я вам ее покажу ближе. Вот немножко поближе подошла. Но вы знаете, солнце сегодня. Сегодня у нас день, друзья, великолепный. 22 градуса тепла. Сегодня у нас 18 апреля. Вот такая вот шикарная погода. Вот она такая. Как это называется этот стиль? Готика, что ли? Я, в общем, конечно, не разбираюсь. Вот такой вот вход у нее шикарный. Мне кажется, красиво. В этой церкви, помимо службы, еще каждый суббот и воскресенье проходят какие-то камерные концерты. Или фортепианные концерты. Или даже вот музыка органная звучит. И, в общем, приглашают. Чаще всего бесплатно. Иногда совсем за символическую плату. Вот приходят люди и слушают музыку. Еще, вы знаете, я заметила такую странную закономерность, друзья. Вот обычно рядом с церковью. Вот если мы повернемся так вот аккуратненько, чтобы вам не трясти камеру, я медленно это делаю. И вот здесь, буквально в нескольких шагах, напротив этой церкви, вот расположена еще одна праймари-скул. Еще одна школа. Вот такая праймари-скул, друзья. То есть, это школа опять в центре города. И она, вы знаете, тоже находится почему-то вот в непосредственной близости от церкви. Вот еще раз вам показываю вид этой церкви с другой стороны, друзья. Мне она очень нравится. Мне кажется, она одна из самых симпатичных здесь в райде. Вот я вам говорила, если кто-то смотрит все мои видео, хотя, конечно, их очень много, сейчас можно запутаться. Вот я говорила, что в райде у нас порядка семи церквей. А сейчас я стала ходить, смотреть и стала вспоминать, и оказалось, что их больше 15, друзья, вы представляете. И это только в одном нашем городе Райт, который всего лишь навсего 25 тысяч жителей имеет. Вот, ребятки, закончили школу. Вот идут. Это у них такая школьная форма, вам еще раз показала. Что касается школьной формы, то все дети здесь в Англии обязательно обязаны ее носить в школу, эту школьную форму. Вот, если вы видели сейчас, вот, ребятки прошли. Это такой костюм, значит, синий чаще всего, темно-синий, бывает коричневый, бывает черный или темно-серый. Вот такие цвета в зависимости от школ, в зависимости от местоположения в разных городах, бывает по-разному. Но в основном вот так. И если, и галстучек еще такого же цвета. И если у девочек, ой, то есть у мальчиков это еще как-то более-менее нормально смотрится, то у девочек, вы знаете, мне очень как-то не очень нравится. У них юбки, хотя они молоденькие девочки, сами понимаете, школьницы. Но они обязаны юбку носить практически по колено. И вот такой тоже темно-синий юбочка темно-синяя, темно-синий пиджачок. И беленькие рубашечки для мальчиков нормально, для девочек, мне кажется, не очень как-то, вы знаете, не знаю. Ну, у каждого свой вкус, конечно. Ну, вот еще, коль скоро мимо я иду, как раз здесь увидела вот эту припаркованную малюсенькую машинку. Эта машинка называется Smart. Она, очень у нее маломощный двигатель. Вот она всего имеет два сидения, два посадочных места. У нее, по-моему, там где-то 0,8 или 0,7 даже объем двигателя. И, в общем-то, как-то она такая, конечно, не знаю, кому как нравится. Но меня удивляет то, что вот именно вот эти машины, они очень дорого стоят здесь у нас на острове. Потому что она, как сказать, за нее и страховка очень недорогая. За нее вы платите налог на дорогу, тоже очень недорогой. Ну, и, наверное, бензина она ест очень мало, так как у нее двигатель такой не сильный, не мощный. Поэтому очень распространена и стоит довольно-таки дорого. Вот даже подержанная вот такая машина может стоить от 1000 фунтов, 1500 фунтов, вот как-то так. Вот часто, когда гуляем по городу, райду, можно встретить вот таких вот музыкантов, друзья. Они в основном на этом углу играют, почему-то. Почему-то нравится именно им этот угол, я не знаю. Ну вот, не знаю, нравится ли вам эта музыка. Я бы не сказала, что я в восторге. Ну, приходят разные музыканты иногда. Просто шикарная музыка звучит. А иногда вот такое вот, какое-то непонятное бряцание на гитаре. Получают, наверное, какие-то денежки. Почти каждый день вот играют здесь такие уличные музыканты, друзья. Ну и вот здесь на площади в центре райда, пожалуй, самый симпатичный вот такой магазин, кооператив, который тоже я вам показывала и говорила, что он бестолковый. Абсолютно ничего там хорошего нет. Там какое-то сборище продуктов всяких отовсюду. Даже, по-моему, и марки у него нет. Такой вот, как обычно, знаете, привозят продукты. И у него прямо там написано, что продукт произведен, допустим, для магазина Марка Спенсера или для Теска. Здесь такого нет. Здесь очень дорого все. Ну, не так, чтобы очень дорого. Ну, то есть, понимаете, я имею в виду, дороже намного, чем в каких-то других местах. Поэтому мне этот кооператив не нравится. Магазин. Ну, вот выглядит он здесь довольно-таки неплохо. А вообще я вас привела вот на площадь на эту. Хочу вам показать вот этот памятник. Вот он, вот этот вот памятник королевы Виктории. Здесь у нас на площади в Райде. Вы знаете, наверное, об этой королеве она правила очень долго. Вот здесь почему-то написано 1837-1897. Вот 60 лет. Но, насколько я знаю, она правила 63 года. Она правила с 37 года по 901, когда она, в общем-то, умерла в возрасте 81 года. Вот. И вы знаете, что, опять же, она умерла у нас на острове Айлоуайт в своей летней резиденции, так называемой. Это Осборн Хаус, в котором они жили со своим... Она жила со своим мужем, принцем Альбертом. Они там прожили с 45-го года по 61-й. Это я имею в виду 1845-го, 1861-й. В 61-м году принц Альберт умер. И она, в общем, надела траурные черные одежды. Она, в общем, очень переживала. Похоже, что у них была любовь большая. И, в общем, потом она замуж так и не вышла. И она носила этот траур до конца своих дней. Чем, в общем-то, завоевала популярность. И ее, в общем-то, как-то очень после этого стали любить и превозносить англичане. А вообще у них с Альбертом было 9 детей, насколько вы знаете. И все они были очень удачно отданы замуж или, значит, вот, женились на высоких особых королевских семей европейских. И поэтому, вот, эта Виктория, королева, она такой имела еще, значит, титул бабушка Европы. Потому что 9 детей по всей Европе были семьи, вот, ее внуки. Ну, вот, правление королевы Виктории, оно было одним из самых длинных. Это, значит, вот, 63 года. Но сейчас ее, как говорится, обставила, обошла наша нынешняя королева Елизавета II, которая правит вот с 1952 года по настоящее время. И еще, думаю, будет править долго. Она правит уже 65 лет, как вы понимаете. То есть, вот, королевы в Англии правят очень-очень долго. Если вы знаете, еще одна Елизавета была, Елизавета I, дочка Гетриха VIII. Она правила тоже очень долго. И тоже, в общем-то, все ее очень хорошо знают. В отличие от того, что короли почему-то в Англии правили очень мало и долго. И они у нас не на слуху. А вот как раз, вот, как говорится, времена королевы Виктории. Говорят, викторианские дома, викторианский стиль. То есть, вот, говорят, что Англия процветала во время правления королевы Виктории. Ну, об этом, друзья, я даже вам могу передачу снять, если кому интересно. Это будет попозже. А сейчас, я думаю, я так вкратце вам рассказала, показала кое-что. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Пока-пока.